здравствуйте дорогие друзья меня зовут шух или на и я директор школы говори паэл сегодня мы поговорим об очень важной теме связанной с простудами с осенью с врачами с тем как попасть к врачу ну и не без к вида сразу прошу прощения за красные полоски на лице потому что маски это сейчас необходимость которая мы носим постоянно в школе меряем температуру ученикам делаем все возможное для того чтобы позаботиться о вашей безопасности о безопасности наших сотрудников поэтому ну такие у нас сегодня реалии значит сегодня я хочу с вами поговорить о тематике как оформить в поликлинику себя как оформить поликлинику ребенка что делать с прививками как сменить врача первого контакта поэтому если у вас на эту тематику возникают вопросы и ответы на эти вопросы я еще пока не успела озвучить в своем этом видео задавайте пожалуйста вопросы пишите в комментарии мы естественно будем на эти вопросы по мере возможности отвечать и давать вам максимальную информацию как действовать в той или иной ситуации значит начнем с того как оформить в поликлинику у себя или как оформить поликлинику ребенка когда вы начинаете официально в польше работать у вас есть сразу буквально с седьмого дня вашей работы страховка в зус соответственно это страховка зус убеспечения которую вы можете взять от работодателя от кадров от кщенговой то есть от бухгалтера и это подтверждение о том что вы застрахованы вы приносите в поликлинику по факту поликлиника будет видеть то что вы застрахованы начиная с первого месяца вашей работы после получения заработной платы то есть по факту это второй месяц вашей работы в польше и так если вы уже второй месяц работаете в польше то вам не обязательно получить от работодателя подтверждение о том что вы застрахованы для поликлиники вам достаточно будет ну номера песель это налоговый номер в польше песель присваивается при получении прописки об этом подробно в другой раз не сегодня потому что это абсолютно другая тематика но если есть вопросы могу либо направить на видео многих наших партнеров или девочек ютуберов или если не понадобится запишу наше видео на эту тематику и так значит первое что это необходимо это чтобы по вашей работе вас работодатель сгвозчик до зусу то есть объявил официально зусу о том что вы работаете чтобы у вас была медицинская страховка далее имея эту страховку вы можете обратиться в поликлинику если вы обращаетесь в поликлинику первый раз то необходимо оформить документы в самой поликлинике на обслуживание в этой поликлинике для оформления этих документов необходимо всего лишь взять в бланк в шеход не то есть на ли на самой рецепции получить бланк для заполнения и определения врача своего врача первого контакта раз в год этого врача первого контакта можно изменить и выбрать себе кого-то другого если окажется что ваш действующий врач вам не подходит если вы такого заявления не пишете то соответственно вы можете вы продолжаете пользоваться услугами именно этого врача первого контакта и так при оформлении в поликлинику себя понадобится именно подтверждение о том что вы являетесь плательщиком налогов зус то есть таким подтверждением может быть справка с бухгалтерии или таким подтверждением может быть именно просто ваш псс в системе будет видно что ваш работодатель отчисляет налоги некоторые поликлиники не подключены к центральной системе и они могут этого не видит не видят тогда они действительно попросят от работодателя подтверждение справку о том что работодатель платит за вас зус если же вы оформляете ребенка в поликлинике то процедура очень похожая и необходимо будет точно также первое это обратиться к работодателю и не только себя сглочить до зусу то есть заполнить свои документы на получение такой медицинской страховки но и сглочить до зусу своего ребенка это называется сглушение чуанка родины заполняете бланк на сглушение чуанка родины там несложный бланк всего лишь вписывается имя фамилия паспортные данные свидетельство о рождении может быть для ребенка но в принципе насколько я помню только паспортные данные налоговый номер и подтверждаете является он инвалидом не является он инвалидом то есть какие-то льготы ему принадлежат или не принадлежат таким образом сглушив чуанка родины до зусу вы можете опять же уже после второй второй месяц работы спокойно подойти в поликлинику даже без справки из бухгалтерии если же вы в первый месяц обращаетесь в поликлинику жизни своей в польше то тогда необходимо будет в бухгалтерии справка что же делать студентам потому что сейчас я все много рассказывала о том если вы работаете как получить подтверждение что же делать студентам если вы являетесь студентом то в деканате вот прям в большинстве университетов и это подтверждение уровня университета с гоша че сгуаша до зусу ваш университет вас как студента если сгуаша это дополнительных 50 злотых в месяц которые вы платите но это вам дает преимущество того что вы как студент можете спокойно обслуживаться в поликлинике и получать доступ абсолютно ко всем врачам о системе здравоохранения можно спорить можно гадать можно рассказывать долго в польше есть свои плюсы и минусы но как минимум к врачу первого контакта вы всегда сможете попасть либо проконсультироваться у него при телефонном режиме сейчас это часто происходит имея какие-то признаки болезни соответственно что можно сделать можно обратиться в деканат получить справку о том что вы являетесь студентом и вы сглушены до зусу еще раз это 50 злотых в месяц стоит при университете или при любом другом учебном заведении и подключен подключено ли учебное заведение к программе зуса это сразу говорит о том о качестве учебного заведения если учебное заведение не имеет этих льгот но значит есть смысл задуматься там ли я учусь где где нужно было бы мне учиться мы как школа польского языка точно также подключены к зусу и точно также наши ученики которые находятся на годовом курсе польского языка они получают обеспечение здравоотно именно на зусе если они не работают нигде в этот период то есть они только студенты только учатся у нас на курсах польского языка тогда медицинское страхование они получают льготное которое оплачивается через зус вот эти 50 злотых в месяц окей дальше подключили студента таким образом в поликлинику и как же построить первые разговоры первые диалоги с на ресепшене в поликлинике в регистратуре на в поликлинике и как в принципе дальше попасть к врачу на сегодняшний день ситуация достаточно проблематичная выезжают скорая помощь выезжают только к ковида больным не выезжают в принципе в ковид и плюс какие-то очень резкие случаи очень проблематичные случаи то есть там где авария там где сердечный приступ и тому подобное с обычной температурой с обычными симптомами простуды когда человек лежит даже температура 39 если это не ковид то скорая не выезжала до карантина и тем более не выезжает сейчас во время карантина причем с такими симптомами симптомами простуды насморк кашель и так далее пациентов практически нигде не выезжали в поликлинику в поликлинику в поликлинику чаще всего это было по предварительной записи в телефонном режиме и назначали дату встречу с своим врачом первого контакта и дальше человек обслуживался на сегодняшний день эта ситуация изменилась потому что с симптомами простуды насморк кашель и так далее пациентов практически нигде не принимают обслуживают в телефонном режиме и если после телефонного личного контакта с врачом обслуживающим врачом первого контакта окажется что надо прийти в поликлинику то есть это врач определяет не вы то тогда действительно в поликлинику люди приходят дальше но это уже врач назначает конкретный день дату и так далее то есть первые вот эти этапы контакта они происходят в телефонном режиме я понимаю что это мега сложно один из курсов которые мы специально для вас записывали в видео формате записывали его весной когда только вот началась вся эпопея с карантином мы там прописывали очень четко словарный запас и два диалога и посвящали полностью тему два диалога именно тематики как попасть к врачу и это был телефонный разговор полностью записан и личная встреча с врачом где мы описывали полный словарный запас где мы описывали сам пример диалога как это должно было выглядеть и и но это на самом деле видеозапись курс он недорогой если есть необходимость смысл но есть большой смысл приобрести себе этот курс пройти его тем более что вы там получаете десять разных тем темы все связанные с жизнью с реальными ситуациями в польше но вы выбираете именно ту тематику которая для вас сейчас актуальна если вам сейчас актуальна тема как попасть врачу к врачу то соответственно есть смысл пройти вот эти живые диалоги живой словарный запас накопить его и получить ответы на все свои вопросы дальше вас не запишут врачу в телефонном режиме если вы еще к этой поликлинике не за не подписаны не зарегистрированы поэтому один из самых первых моментов которые необходимо решить это все таки получить медицинскую страховку и зарегистрироваться в в своей поликлинике поликлинике регистрируемся в основном по месту проживания но в польше вот прям мега наверное плюс хороший плюс это то что вы не обязаны обслуживаться в государственной поликлинике есть государственные поликлиники есть частные поликлиники и что государственное что платная в основном вот прям большинстве своих случаях сотрудничают с зусом а это в свою очередь дает вам возможность посещать и выбирать как государственную так и платную поликлинику частную на бесплатных основаниях потому что вы зарегистрированы в зусе я здесь в польше за весь период 6 лет обращалась к врачу несколько раз не так много и один из самых длительных моих и самых как бы таких основных базовых вещей почему я обращалась к врачу это была беременность сопровождения и роды и весь этот период я обслуживалась в поликлинике частной я ни разу не обращалась в поликлинику государственную вру один раз обращалась по скорой в частной поликлинике не было возможности записи а даже если бы была меня бы все равно направили именно в больницу это была угроза преждевременных родов на восьмом по моему месяце когда я была вот поэтому и тогда меня положили в больницу на три дня до поэтому и тогда именно в государственную больницу меня направили из частной поликлиники обслуживание в такой частной поликлинике может быть бесплатно надо просто выбирать уточнять на ресепшене спрашивать можно ли у вас обслуживаться по nfz если в поликлинике в регистратуре подтверждают что да в нашей поликлинике можно обслуживаться по nfz то соответственно вы можете становиться на очередь записываться к врачу и написать заявление на обслуживание в этой поликлинике в польских в польских словах чтобы как бы чтобы они вы не путались до пшеходня это будет поликлиника шпиталь это будет больница потому что это одни из вот прям базовых слов которые могут возникнуть на первых этапах вашего проживания в польше дальше вы зарегистрировались поликлиники я дальше вам если вот вы первый раз сюда пришли первый день лучше естественно регистрироваться в поликлинику когда вы себя хорошо чувствуете не уже постфактум когда у вас температура и вам надо срочно к врачу и вы нигде не зарегистрированы и это уже тогда может быть проблематично пока насколько мне известно практически во всех поликлиниках принимают регистрацию именно бумажном письменном виде при личном присутствии вас с паспортом и так далее поэтому тут об этом надо как раз позаботиться заранее окей зарегистрировали себя зарегистрировали ребенка в поликлинике и что же дальше дальше врачу необходимо будет показать карту прививок ребенка и во многих случаях эту карту прививок ребенка просят перевести на польский язык если она написана на украинском если она написана на русском или 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 поэтому тут лайфхак из жизни потому что перевод такой медицинской справки в польше вам обойдется порядка 250 и выше злотых поэтому чтобы сэкономить эти деньги есть смысл обратиться к врачу в украине в россии в белоруссии и попросить эту справку написать на латыни естественно но как бы врачи в украине не горят желанием эти справки выписывают на латыни поэтому тут ваше умение переговоров но есть смысл важно потому что в украине получение такой справки на латыни в украине в россии и белоруссии и получение такой справки на латыни вам обойдется гораздо дешевле, нежели получить такую справку здесь, в Польше. Справку-то вы в Украине получите о прививках на украинском языке. Тут ее придется перевести у присяжного переводчика. И вот это как раз недешевое удовольствие. Может вам, конечно, повезти, если врач будет русскоязычный, если врач будет знать русский и украинский язык, он сможет вам эту справку переписать, справку о прививках, на польском языке. Но, к сожалению, такие ситуации бывают крайне редко, поэтому все-таки больше переезжая в Польшу, или первые там, ну, все-таки переезжая больше в Польшу, об этом вопросе стоит позаботиться заранее. Дальше, по поводу прививок. Мы сделали, перевели эту справку. И в Украине, в России за прививками в основном следили сами школы, то есть или садики, и говорили, когда, что, как надо привить ребенка. Ну, естественно, и родители в Украине не так точно, если ребенок маленький. В Польше, с чем мы сталкиваемся, это, что в основном за графиком прививок следят родители вместе с поликлиникой. Школа тут, в принципе, не имеет практически никакого отношения. Как это происходит? В основном родителю стоит спросить в поликлинике, когда нужно привить ребенка, попросить их составить график прививок, и поликлиника дальше будет вам напоминать, звонить, если хорошая поликлиника. Если поликлиника так себе, то вам просто в эти даты надо помнить, что плюс-минус, да, там, период с маленьким ребенком. В столько-то месяцев надо сделать такую прививку, в столько-то месяцев надо сделать такую прививку. Иногда, достаточно часто, особенно, там, 3 месяца и полгода, необходимо сделать одновременно 3 или 4 прививки разных. Сами прививки есть платные и есть бесплатные. То есть на NFZ большинство этих прививок даются бесплатно. Есть те же самые прививки, которые вы можете купить в аптеке, и, соответственно, вам вколят ту прививку, которую вы сами купили, вы сами выбрали. Тут сознательность родителей, но, в принципе, я доверяю польским прививкам на NFZ, но это сугубо мое, тут мне никого, ни к чему не склоняю. Я доверяю, и я делаю прививки те, которые обязаны быть у ребенка, только на NFZ, не покупая дополнительно прививок других. И я знаю, что качество этих прививок гораздо выше, нежели в Украине. То есть это не покупка в Индии непонятно каких препаратов. Это нормальные прививки, которые прошли уже клинические все испытания, все исследования, которые получили все свои сертификаты, и именно их используют в поликлиниках. И тут наоборот, я больше, например, боюсь самостоятельно покупать эти прививки и давать частные прививки, потому что я не медик, и я не знаю, куплю ли я хорошую прививку в аптеке, поэтому больше все-таки доверяю врачам. Если у кого-то медицинское образование, и они спокойно могут себе позволить посмотреть полностью весь состав и понять, эта прививка подходит или не подходит моему ребенку, ну тогда, welcome, прошу, сами принимайте данные решения, на какие все-таки прививки соглашаться, не соглашаться. Скажем так, у меня не было такого, что я обязана привить своего ребенка, но тем не менее, сталкиваясь с многими аспектами деток и садиками, и школами, так как руководитель школы, общаясь с мамами, я пришла лично к своему выводу и заключению в том, что дети, которые от рождения прививаются по всем стандартным прививкам в Польше, меньше болеют, нежели украинские дети, которые получили какую-то часть прививок, часть не получили или как-то в этой части. Поэтому я решила все обязательные прививки делать для своего ребенка, но необязательные мы не делали еще ни одной, по-по-по, не знаю, возможно, будем делать, опять же, будем смотреть по ситуации. По прививкам, я понимаю, что очень много вопросов. Возможно, я не буду компетентно ответить на все ваши вопросы, которые будут возникать, особенно там, какие прививки бывают и так далее. Наши ученицы есть с медицинским образованием, есть практикующие врачи. В какой-то день, если будет много вопросов и много плюсиков, я просто приглашу наших учениц, которые уже закончили курсы польского языка, которые учились у нас в школе, подтвердили свои дипломы, подтвердили свои квалификации и проходят стажировку в польских больницах или уже работают в польских больницах, просто сделать интервью совместное, где мы ответим на вот эти все ваши вопросы, которые у вас возникают на эту тему. Дальше. Смена врача первого контакта и вообще нужно ли менять и в каких случаях это становится актуально. Иногда вы приходите к врачу, вы лично или с вашим ребенком, и оказывается, что вот вы видите, вы выбрали поликлинику, вроде по отзывам, поликлиника хорошая и все вас устраивает, все вам нравится, но именно врач первого контакта, ну просто никуда не годится, а вам с ним еще ву-ву. Поэтому, если такая ситуация, то есть смысл менять либо врача первого контакта, либо даже поликлинику. И как выглядит процесс смены поликлиники? Я это проходила один раз. Смену врача первого контакта тоже проходила, поэтому делюсь с личного опыта. Если сменить врача первого контакта, раз, только один раз в год это можно сделать, приходим в рееструтуру и пишем заявление на смену врача первого контакта. Пишем шаблонное заявление. Мы просим в поликлинике о шверчане, о смене лекаря первого контакта. И, естественно, заполняем просто те данные, которые там уже написаны. Не надо там каких-то объяснений причины, поэтому не переживайте за это. Заполняем бланк, отдаем в рееструтуру, нам назначают другого врача первого контакта. Как происходит смена поликлиники? С ребенком мы жили в одной части города, потом мы переехали совершенно в другую часть города, сняли другую квартиру. И при этом с ребенком ездить в центр, мы жили в центре, с окраиненной очень как бы неинтересно. Поэтому мы сменили тогда поликлинику полностью, и я не пожалела. Мы опять же перешли с частной поликлиники в частную поликлинику. Все полностью на NFZ. В польских поликлиниках я еще не заплатила ни за один укол, ни за одну прививку, ни за один визит. Ну, в принципе. Поэтому мы не обращались к врачу по каким-то специфическим болезням. У нас просто не было такой необходимости. И надеюсь, что в ближайшей перспективе не будет, особенно в случае ковида. Поэтому, когда мы меняли поликлинику, мы первая в поликлинике, где обслуживались, написали заявление о том, что мы меняем место жительства. А в новой поликлинике мы сложили полностью все документы на новое обслуживание. То есть точно так же, как оформились в поликлинику, регистрация в пшиходне по месту замешкания. То есть мы создали вот эту регистрационную карту в своей поликлинике. И потом медицинская карта, медицинская книжка, медицинское дело одна поликлиника, в которой мы сейчас обслуживаемся, написала письмо в ту другую поликлинику. И с той другой поликлиники пришли все документы, тоже заказные письмом, в эту поликлинику. Мне на руки. Никто ничего не выдавал. Никакую карточку. Ничего. Это, так как мне объяснили, запрещено. Поэтому пересылка всех документов происходит между одной поликлиникой и другой поликлиникой. Другая сторона медали, то, что все вот медицинская карта, медицинская книжка, она хранится именно в самой поликлинике. Но у меня есть другая книжечка именно для ребенка. Для взрослых вот таких вот карт, как я помню, в украинских поликлиниках тут нету. Я их, по крайней мере, не видела. Но у меня есть книжечка Кшеншка-Джетска. И в этой книжечке описаны, вот прям дублируется просто информация, описаны все взвешивания, описаны все прививки, которые были даны для ребенка. И вот эта книжечка нам понадобилась в садик в Ясли, когда мы шли с ребенком в Ясли. Понимаю, что тема обширная. Вопросов может возникать очень много. Я постаралась вам дать максимум информации на сегодняшний день, которой владею, но вы спокойно можете писать под видео свои комментарии, свои вопросы. Я не врач, поэтому не смогу ответить на все, но могу пригласить врача ответить на ваши вопросы. Пишите, задавайте вопросы, и будем рады вам помогать в этой такой сложной ситуации, связанной с ковидом. До новых встреч! Пишите, звоните. Мы вас любим. Мы работаем для вас. Па-па! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!